Гнилая труба диаметром 1000 мм, проложенная от водоочистной станции Керчи, протекала порядка 20 лет. Но на днях она была отремонтирована силами керченского филиала ГУПРК «Вода Крыма». Этот факт предстоит принять владельцам дач, пользовавшимся бесплатным поливом. Житель дачного кооператива Теретака Виталий Гирфанов рассказывает, труба текла десятилетиями. Эта речка называется Дзержава, и что она включена в план. И что если кто-то туалет построит, например, 20-15 метров, значит штрафа 300 тысяч юридическим лицам, а сейчас они не знают. С того, чтобы заварить дырки, они начали прессовать народ, как будто это река. А реки здесь нет. Я сразу сказал, здесь нет реки. Но она у нас обозначена. То есть у нас забита там, кто ее забил. На картах как река? Да. Дачники много лет пользовались бесплатной водой для полива. Проложили трубы и качали ее насосом. Трубы это брали в воду с речки насосами, на огороды, на дачи. Здесь мерена воды. Столько что, что насосы даже не было видно, что они забирают. А я вот вижу, там что, теплицы, да, люди построили? Теплицы и полив там получается бесплатный. Здесь можно увидеть теплицы и даже пруд на частной территории за забором. Плохо только, что дачи рядом с водой постоянно подтапливало. Бесплатная кончилась внезапно. Местные заметили, что уровень реки упал. В образовавшихся озерах скопилась рыба, которую ловили руками. Рыба поднялась, кипела. Она со всех с речки сошла и здесь кишила просто. Стала задыхаться. И вы прям руками ее тут, да, ловили? С речком вот. Вот вода была. Ну а сейчас, если зачерпнуть, что-то можно поймать? Можно. Ну как, Сережа? Лупаника. Красничка. Сейчас мы ее точно поймаем. Если нашли пыль. Если не укропа, то понятно. Руководитель керченского филиала ГУПРК «Вода Крыма» Денис Лупу рассказал о том, что предприятие старается уменьшить потери воды, поэтому производит ремонт водопроводных сетей. Данный трубопровод диаметром 1000 мм запроектирован на замену еще в 2014 году. В этом году мы повторно подали предложение о включении реконструкции этого трубопровода в федеральную целевую программу. На сегодняшний день, по владеющей, имеющейся информацией, вопрос этот решается на уровне Министерства экономного развития Российской Федерации, для того, чтобы профинансировать уже строительно-монтажные работы по замене данного трубопровода. По предварительным подсчетам специалиста, экономия воды составила полторы-две тысячи кубов в сутки. Однако, как это может отразиться на тарифах за воду, в водоканале ответить затруднились.